МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Параллельно открытый кубок региона среди мужчин. Участников набралось более двух сотен. Соревновательный сезон у пермяков подошел к концу. И всем хотелось завершить его на мажорной ноте. Сезон сложился удачно. Многие спортсмены отобрались уже на Россию. Это по взрослым. По детям, естественно, это у нас отбор на Привожский округ. Ну и дальше посмотрим, как сложится. У нас состоится еще отбор на первенство России, которое будет в июле. То есть спортивный сезон идет, но у нас в крае уже мы заканчиваем. Ожесточенная борьба за призовые места шла в каждой из категорий. Борцы старались проявить себя изо всех сил и доказать, что все старания на тренировках не пропали даром. Я готовился с двумя тренерами. То есть они мне оба помогали натаскивать. Каждый тренер показывал какие-то свои фишки. Противники были достойные. Один из противников мне почти вытянул ахилл. Но в крайнем случае, когда я пошел на риск, я схватил у него и первым ему сделал болевой. Далее настольный теннис. Состоялся городской чемпионат. В этом году его проводили в два этапа. В общей сложности состязания собрали более 200 человек. В гости к перемикам поиграть приезжали спортсмены из нескольких городов Прикамья и участники из Удмуртии. Традиционный турнир, которому уже более 50 лет. С каждым годом чемпионат города становится популярнее. Возможно, весной всем хочется прийти и поиграть в настольный теннис. С каждым годом прирост порядка 30-50 человек ежегодно мы наблюдаем. У женщин победила Анастасия Карипанова. В финале в упорной борьбе она одолела Ксению Титову. А в мужской части соревнования Александр Воронов переиграл Евгения Пермякова. Волейбольный клуб Прикамья в предстоящие выходные проведет заключительные домашние матчи регулярного чемпионата России. В 21-м туре высшей лиги Апермики принимает волейбольный клуб Грозный. Прикамья пока занимает третью строчку в турнирной таблице, но в случае успеха в последних играх в итоге может подняться и выше. Оба матча, субботний и воскресный, пройдут в спорткомплексе Миссу. У Харьевой начнутся в 17.00. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.